Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня хотелось бы поговорить немножко о таком препарате, как Алфлутоп. Так, не перепутайте название, если будете писать Аллы. Начинается Алл через Л. Аллы, а первое идет Алфлутоп. Вот этот препарат у нас является хандропротектором, и он призван лечить наши суставы и связки. У меня уже была проблема с эпикандилитом, воспаление суставов у меня было от очень тяжелых тренировок, ну и соответственно, я готовился по соревнованиям к бодибилдингу, и эта проблема усугубилась еще диетой и большим объемом физических нагрузок. У меня очень сильно болели локти, болело плечо очень сильно, вот, и ничего не помогало. Обычные хандропротекторы тоже, хандроидин, люкозамином не помог. Потом я принимал еще противовоспалительные препараты, диклофенак и бупрофен, еще были картикостероиды, но они помогали только пока их принимаешь, то есть они, скажем так, работали. Ну, они обезболивали в основном, но они не лечили, поэтому применение было, скажем так, не то чтобы неоправдываем, по крайней мере, они боль снимали. Да, хорошо было, но лечения не было, суставы все равно были воспаленные, связки, вот, и я как бы решил прекратить их принимать. Единственное, что я сделал, это полностью исключил нагрузки, потому что когда у вас проблемы с суставами, они воспаляются, связки воспаляются, отдых вам закатный, как говорится. Поэтому не стоит вообще нагружать себя во время воспаления суставов, то есть категорически запрещены физические нагрузки, в домашних условиях тоже таскать ничего нельзя, то есть напрягать, вообще максимальный покой дать своим суставам, чтобы они восстановились, потому что когда вы двигаетесь, вы не даете проходить нормальное восстановление, ну, я имею в виду двигаетесь, там, работать в тренажерном зале, да, какие-то физические нагрузки делать. Также не рекомендую сильно затягивать бинтами свои суставы, потому что пережимается кровоток, вот, и полезные вещества просто туда могут не доходить. Надо же, чтобы жидкость она циркулировала, потому что во время этих воспалительных процессов образуются всякие вещества, и, собственно, когда жидкость проходит, она их забирает, да, и так, значит, циркуляция проходит, выделительная система, они выходят. А когда вы перетягиваете, то есть они там могут накапливаться, жидкость не поступает, и, соответственно, только усугубляется ситуация. Поэтому бандаж можно одевать, там, лёгкий какой-то, но сильно перетягивать нельзя. Мази я тоже мазал, травмель-гель, по-моему, да, травмель-гель я мазал, и он как-то не особо помог, поэтому я тоже перестал мазать мазать мазями, потому что не было эффекта. И единственное, что мне вот эта ситуация помогла, как я уже сказал, это длительный отдых, у меня на это ушло около 7 месяцев, то есть когда они у меня начали сильно болеть, такие боли очень-очень серьёзные, то я решил прекратить тренировки и ждать просто пока всего становится. И, в общем, около 7 месяцев у меня это всё дело проходило. Под конец, может, не под конец, где-то, я не помню, честно, когда я начал принимать алфуток, в общем, когда я начал принимать алфуток, и он как бы в содействии с отдыхом, значит, мне помог. Действительно, перестали болеть суставы, и восстановление как-то быстрее произошло. Об алфуток я узнал совершенно случайно, хотя препарат уже очень давно на рынке, но как-то о нём мало говорят, информации такой-то особо не было. Сейчас можно, в принципе, поискать, всё у вас есть. Узнал я о нём у нас на сайте, когда этот человек там писал, то есть мы общались, и он как-то случайно там написал, что у меня там тоже проблемы были какие-то с позвоночником там. Ему врач прописал алфуток, он попринимал, ну, он там больше принимал, так как у него посерьёзнее там было, и в течение там определенного периода времени он повторяет, скажем так, курсы приёма алфутопа, и, как говорит, как он писал, то есть ему это очень сильно помогает, действительно работает, нет болевых ощущений, то есть всё восстанавливается, всё замечательно. Так что сейчас, кстати, немножко даже пробежимся по тому, как принимать алфутоп, показания к применению, да, способ применения алфутопа, вот, и что там в нём содержится в этом алфутопе препаратике, так что начнём. Состав препарата алфутоп, он содержит экстрат из морских рыб. Активная часть препарата состоит из галуарановой кислоты, мукополисахаридов, дерматосульфата и хондроэтина сульфата, креатина сульфата и полипептидов, аминокислот, ионов магния, меди, железа, цинка, калия и натрия. Также препарат содержит эфирное масло розмарина. В качестве вспомогательных веществ применяется вода для инъекций и фенол. Препарат алфутоп характеризуется обезболивающим и противовоспалительным действием. Алфутоп обладает хондропротекторным влиянием, и он эффективно регулирует клещевой ткани обмен веществ. Хондропротекторное свойство препарата основано на снижении активности специальных ферментов. Эти ферменты играют главную роль в стабилизации биосинтеза коллагена второго типа, и галуарановой кислоты, и участвуют в разрушении межклеточного матрица. Алфутоп снижает разрушение макромолекулярной структуры основного материала соединительной ткани, уменьшает проницаемость капилляра. Кроме того, алфутоп стимулирует восстановительный процесс в тканях суставного хряща. Противогликаны, являющиеся составным элементом препарата, обуславливают трофическое действие. Обладая замечающим эффектом, они значительно повышают МРТ-показатели гидрофильности хряща, его высоты и однородности костных тканей. Благодаря этому, данное лекарственное средство уменьшает силу болевых ощущений при покое и движении. Существенно уменьшается боль при ходьбе по ровной дороге, иногда даже при ходьбе по лестнице. Заметно снижается выраженность контрактуры и местная припухлость. Таким образом, алфутоп облегчает общую двигательную активность пораженных суставов, повышает объем его движений. Помимо этого, препарат снижает содержание глобулинов, серомукоида и сиреактивного протеина, фибриногена и число лейкоцитов синавиальной жидкости. После курса лечения общей длительностью в 6 месяцев в синавиальной жидкости уровень галуарановой кислоты повышается в 2 раза, но противовоспалительный эффект заметен уже на 8 день терапии. Препарат алфутоп назначают при следующих болезнях и состояниях. Остеохондроз, остеартроз, первичные и вторичные различные локации, в том числе артроз мелких суставов и коксартроз и гонартроз. Травматический дизостоз, спондилез, периартрит, эндрохондральные и хондральные нарушения, окостенение, парадонтопатия, фибромиалгия. Также препарат назначает восстановительный период после операции, перенесенных на суставы. Способ применения препарата. Алфутоп вводят внутримышечно при лечении остеохондроза и полиостеоартроза. Доза при этом составляет 1 мл в сутки. За один курс лечения необходимо сделать 20 инъекций лекарственного средства. При поражении суставов алфутоп вводят внутрисуставно. Каждый сустав требуется ввести 2 мл за одну инъекцию, которая выполняется раз в 3 дня. После 6 внутрисуставных инъекций следует продолжить введение препарата внутримышечно. По прошествии 4-6 месяцев курс лечения нужно повторить. Известно, что более ощутимый эффект дает сочетание внутрисуставных и внутримышечных инъекций алфутопа. Побочные действия препарата алфутоп. При применении данного лекарственного средства в качестве побочных эффектов выступают аллергические реакции зуд, покраснение кожи и раздражение в месте инъекции. Кратковременная миалгия, артралгия. В некоторых случаях при внутрисуставном введении алфутопа имеет место усиления болевых ощущений, поскольку при этом активизируется процесс метаболизма и кровообращение проходит более интенсивно. Противопоказания к применению. Прием препарата противопоказан в период лактации и при беременности. Запрещено принимать алфутоп при гиперчувствительности к его компонентам. Назначать прием препарата детям и подросткам не рекомендую, поскольку отсутствуют данные испытания, свидетельствующие об эффективности и безопасности его использования в этом возрасте. Ну вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, я вам все рассказал и ничего не упустил. Так что делимся своими мыслями в комментариях. Обязательно советуемся. Пишите, кто как лечился, чем лечился обязательно. Если есть какие-то ссылочки, скидывайте, чтобы делиться информацией с другими пользователями, потому что это очень важно. Мы обязательно должны делиться своим опытом. Если есть еще какие-то соображения, обязательно пишите. Можете посоветовать, что снять, какое видео, на какой препарат или вещество, или на какую-нибудь другую тему. Так что, в общем, пишите в комментариях. Ставим лайки, дорогие друзья. Подписываемся на канал обязательно. Всем спасибо за просмотры. До скорых встреч. Пока.